Привет, с вами Велосиком. Абсолютно внезапно за несколько дней до Католического Рождества команда Хакеров и Вейдер взяли и выпустили Jailbreak Evasion 7 для всех версий iOS 7, начиная с нулевой и заканчивая 7.04. Ставится практически в один клик, но есть пара подводных камней и нужно ли это делать вообще, давайте разбираться вместе. Поехали! Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Утилита установщик доступна на OS X и Windows, там есть буквально одна кнопка Jailbreak, но перед тем как ее нажать, вам нужно сделать три основных шага. Во-первых, подключить свое устройство к компьютеру, естественно. Во-вторых, снять пароль со своего устройства перед тем как вы нажмете кнопку Jailbreak, в противном случае получите кирпич. И третье, перед опять же установкой Jailbreak, сделайте резервную копию, чтобы если что-то пойдет не так, можно было восстановиться в считанные минуты без лишнего шума и пыли. Поддерживаются все устройства, на которые может быть установлена iOS 7, начиная с iPhone 4, 4S и далее по нарастающей, все iPad'ы за исключением первого, а также iPod Touch пятого поколения. Единственное, что вам нужно будет сделать во время установки, кроме наблюдения за прогресс-баром, в какой-то момент программа попросит вас разблокировать устройство и нажать на вновь появившуюся иконочку Evasion 7. После этого устройство перезагрузится, а вы сможете откинуться на спинку кресла, дожидаясь конца установки. Если вы все сделали правильно, а по-другому, собственно, вообще сложно, то Jailbreak должен установиться реально на раз-два. Еще раз, я вас очень прошу бэкап и снять пароль перед установкой. Но в моем случае что-то пошло не так, и iPhone 5C перешел в вечный ребут, выглядит следующим образом, горит яблоко, устройство не загружается, выключаешь, включаешь, все по-новой. Для того, чтобы его восстановить на стоковую версию прошивки, нужно ввести его в так называемый режим DFO, это очень просто, рассказываю, как делается. Подключаете устройство к своему компьютеру, запускаете iTunes, держите две клавиши Home и Power, пока яблочко не погаснет. Как только оно погасло, нажимаем Power, держим секунды 3, яблоко загорелось, подключаем клавишу Home, вместе их держим секунд 10, считаем про себя. Как только яблоко погасло, отжимаем кнопку Power, продолжая держать кнопку Home, до тех пор, пока не загорится заветная иконка iTunes, и на вашем компьютере вы увидите, что устройство подключено в режиме восстановления. Далее максимально просто, iTunes все сделает за вас, восстановит, и если надо, обновит устройство до последней версии iOS. Но если вы этого делать, например, не хотите, вас по каким-то причинам не устраивает 704, вы люто-бешено хотите 703, например, вы можете указать, где лежит заранее скачанный файлик прошивки и восстановить устройство из этого самого места. Но я почему-то более чем уверен, что подобная схема в данном случае нам не понадобится, поэтому восстанавливайте в автоматическом режиме. И здесь мы еще раз вспоминаем о резервной копии, о которой я уже говорил несколько раз. Сейчас устройство стерто полностью, нет резервной копии, пропали все фотографии, контакты и так далее. Очень важный момент, пожалуйста, не пропускайте. И со второго раза я установил джейлбрейк вообще без каких-либо проблем, и здесь начинается самое забавное. Как только джейлбрейк вышел, Джей Фриман, он же Саурик, создатель Сидия, написал в твиттере, что он вообще не в зуб ногой, что происходит. Для него это стало таким же снегом на голову, как и для нас с вами. А это значит, что Сидия и все твики просто-напросто не адаптированы под iOS 7. И тут начинается самое забавное. Джейлбрейк вроде как есть, Сидия стоит, а делать там по большому счету нечего, потому что реально ничего не работает. Не, ну может быть найдутся какие-то твики, которым все равно на то, как работает и вообще функционирует система. Но все, что мы с вами любили, типа SBS сеттинг, SAUX, здесь действительно не пришей кобыле хвост, потому что все изменилось. Более того, платные твики тоже не работают, и сама Сидия не оптимизирована под iOS 7, о чем, собственно, Саурик и написал. Он такой, вау, я в шоке. Я думаю, что совсем скоро это исправят, и разработчики кинутся, оптимизируют твики, появятся новые. Например, Back to the Skevomorphism однозначно будет популярной темой, типа на iOS 7 натягиваем тему iOS 6, что-то в этом роде. Ну и само собой, я думаю, что Джейлбрейк поставить можно, но пока очень осторожно использовать все, что есть. У меня с Джейлбрейком и Сидия достаточно натянутые отношения. Каждый раз, когда я хотел завести какую-либо дружбу, устройство начинало работать нестабильно, и, в общем-то, так я приверженцем подобного рода развлечений не стал. Однако я знаю, что у Джейлбрейка действительно большое количество фанатов, и это не значит, что люди кинулись устанавливать бесплатные игры или программы. Скорее всего, это возможность кастомизировать устройство под себя, и то, чего многим, например, не хватает в экосистеме Apple. Хотя, еще раз повторюсь, мне кажется, все это от лукавого. Тем не менее, Сидия пришла, Джейлбрейк есть, посмотрим, что произойдет за ближайшее время, месяц-два, я думаю, разработчикам надо дать, чтобы они начали творить. А с вами был Вилсиком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер и Инстаграм, у нас проходит замечательный конкурс от Деда Мороза. Не забывайте ставить этому видео лайки, и кроме всего прочего, пишите, может быть, вы найдете какие-то твики, или вообще, зачем вам нужна Сидия. Комментируйте, пока.